Пятый канал представляет – Блестяще! – Э, вы чё делаете-то, а? Чего? Вон друг твой одноглазый идёт! О, полиция мода подъехала! Э, Москва, чё? А ты знаешь, сколько стоит ремонт автомобиля? Автомобили? Чё-то я автомобиля здесь не вижу. У меня очки дороже стоят. Ну всё, держись. Э, э, вы, ты чё делаешь? Ну за руки убрал! Выстрел я, вот выстрел! А вы чё стоите? Не видите, где человека убивать? Даже мне в полицию! – Спокойся! – Света, ты чё здесь делаешь? Чего? Тебя спасают! Я же говорила, что ты сам за меня не справишься! Ага, из Москвы для этого приехали! Ну конечно! Я же люблю тебя! О, 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 ты смотри! Безг до недели в Петербурге, а уже такая страсть! Меня зовут Слава! Убери! Э, э, всё-всё, поехали! – Света! – Ой! У тебя синяк! Что случилось? Ничего. Банду спасмену вчера брал. Останавливается, ге? Вейн, ну что за вопросы? Ну конечно, у тебя! Ну мы же скоро поженимся, да? Вейн, я беременна. Уже полтора месяца. Поздравляю! Пошли. Странно, вроде скоро Новый год, а покупателей нет. Так потому, что денег у людей нет. Это ограбление! Выбывайся, сука! Быстрее! Давай, давай! Сюда! Ну! Руки подняли! Отвернулись! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! О, это снято! Всем спасибо! Смена окончена! Девчонки молодцы, межали достоверно! Спасибо! Никогда не думал, что кино так долго снимают. Вы меня всех покупателей распугали. Ну, извините, вот так бывает. Короткая сцена, уходит целый день. Но зато вот выйдет сериал, и к вам повалят. Спасибо! Спасибо! Муляж с труппой, побольше крови на завтра не забудь! Сергей Васильевич! Да? Спасибо вам большое! Мы просто были первый раз на съемке, но нам очень понравилось! Это вам спасибо! Украсили с собой наш непритязательный кадр. Мир спасет красота, а вы, видимо, спасете нашу картину. Напомните, как вас зовут? Настя. Кира. Чудесные имена. Ну что, могу пригласить вас на чашечку кофе? Да! Поехали! Спасибо! Я думала, что кино — это интересно, а тут, вон, скука смертная. Полдня провозились, этих своих понтов выше крыши накидали, еще помойку какую-то в магазине развели. Да. И играли вот плохо. Кричали как-то неестественно. Ну-ка, они же из массовки. Режиссер, кстати, симпатичный. Надо было с ним познакомиться. Может, в кино бы снял. Тебя? Да. Актриса. У меня таких тринадцать на дюжину. Могу. Путь в кино лежит через постель. И не только в кино. Это ограбление! Все в сумку, быстро! А вы что, еще не все сняли? Быстрее, я сказал, не тупи! На пол! Руки, чтобы я видел! Руки! Давай сюда! Давайте! Триндец! Нас ограбили! Ну это, что стоит? Давай, давай, полицию заводи! Свет, ну, правда, ну давай спать. Я очень устал. Лень, я соскучилась. Свет, ну я тоже соскучился. Правда, ну... Ну, посмотри, какие условия. Слушай, мне кажется, тебе лучше вернуться в Москву. Потом приедешь сюда уже, когда я поустроюсь. Квартиру обживаю. Лень, ну ты что? Смело врать, шалошат, ну? Ну, смотри. Ладно, давай спать. Это кто? Кто? А, досвидетельница по делу. Да. Так поздно? Свет, ну работа такая у меня. А, поняла. Ну, работа есть работа. Смс-ку покажи. Слушай, ты меня так возбуждаешь, когда такая струя. Да. Здрасте. Здравия. Доценка, прошу вас, стойте там, где стоите. Пока все улики не затоптали. Мы вообще можем домой пойти, если у нас не нуждаются. О, а что это у тебя за экибан на голове, Доценка? Ты сейчас это что сказал-то? Это мне жена связала. Ага, вот Варара Андреевна, пуля. Ага. Ну что стоите? Так сами сказали. Опросите свидетелей, проверьте камеры наблюдения. Вот, директор, администратор. Видео нет. Камеры-киношники отключили, сказали, что им розетка нужна. Не везуха. Ну вы хоть опись похищенного сможете составить? Ну конечно. И фото дадим из каталога. Сто на шестьдесят. Низковато, но не критично. Это со мной все в порядке, просто очень напугалась. А вы запомнили преступника? Я нет. Ну сначала он был в маске, а потом я в обморок упала. Я запомнила. Это актер, который у нас сегодня снимался. Точно. Это он грабителей играл. У администратора должны быть его контакты. А с чего вы это решили? Он же в маске был. Так у него татуировка вот здесь на руке. В виде самолетика что ли. Точно? Точно. Бинго. Спасибо большое. Где охранник? Так он еще днем отравился. Его на скорую увезли. Как раз перед съемками. Не, ну нормально. Поздравляю, коллеги. Дело раскрыто. Осталось взять грабителя. Список съемочной группы есть у вас? Да, конечно. Сейчас я принесу. Кто звонит? Валер? Да не, это папа. Чего не подходишь? Да потому что сейчас начнется с кем ты, где ты, как ты. Красное потребляете? Да. Нет. Да. Ну сухое красное. Да. Поехали в дом кино. Поехали. Спасибо. А звереть сколько народу. Нам бы в отдел половину этой съемочной группы, мы бы раскрываемость в разы повысили. Если ноль умножить на любое число, будет все равно ноль. В смысле? Любезнейшая Варвара Андреевна имеет в виду, что мы бездельники и работать не умеем. И сколько народу к нам в отдел не нагони, толку все равно никакого не будет. Золотые слова. О, а это актриса, я знаю. Рябинина Анастасия Продавец. Вася! Вася! А где ты была? А у Ки рюкзак что-то готовилась. Почему трубку не брала? Потому что телефон в рюкзаке лежал, вот и не слышала. Ты не интересовалась, который час? Почему так поздно и на такси? Папа, это что за допрос? Я уже не маленькая. А от тебя чем пахнет? Ничем. Ну-ка, дыхни. Да ты шпинат. Ну, выпили бокал вина, а что там такого? Какой бокал? От тебя за версту разит. Кто с вами еще был? Никого с нами не было. Я завтра узнаю. Ступай домой. Есть. Вень, а я завтрак приготовила. Яичница с колбасой. Это наш с тобой первый совместный завтрак. А ты где колбасу взяла? В холодильнике. Мне кажется, она еще ничего. Попробуй. Странно. Что-то я не помню, что у меня там колбаса была. Ладно. Ну? Блин, Света. Что? Света, кулинария это явно не твое. Тут вся соль мирового океана. А мне нравится. Наверное, просто у беременных странные вкусовые пристрастия. А, я поняла. Малышу просто так нравится, да? Да, малышу так нравится. Не обижай с ними. Вень, ну прости, что я завтраком не угодила. Давай в магазин схожу, продукты куплю. Что-то на ужин хочешь. Света, ты что, с ума сошла? Не надо только таскать тяжести. Сходим в кафе вечером или домой еду закажем. Спасибо. Он же такой заботливый. Спасибо. Гадость. Достали меня эти отчеты. Свидетель заявляет, что грабителем магазина был киношный грабитель магазина, который ограбил магазин перед ограблением. Так нормально? Нормально. Добавь только, ограбленный грабителем магазин до ограбления никогда не ограблялся, но был ограблен после ограбления. Подожди, сейчас запишу. Бездельничаем? Никак. Нет. Отчет скоро будет составлен. Эксперты прислали информацию по оружию, которым пользовался грабитель. Заключение эксперта Макаров по нашей полигельзотеке не проходит. Направлены запросы в ломбард. Сейчас поедем на съемочную площадку брать предполагаемого фигуранта. Только есть одна маленькая проблема. Угу. Почему маленькая? Обычно большие проблемы. Нет, на этот раз проблема у вас. Не понял? Скорее у вашей дочери. Она вчера была на съемочной площадке в ювелирном. Рябинина Анастасия Кирилловна. Роль продавец. Сейчас я им устрою роль. Так, на выезд. За мной. Здрасте. Забор покрась. И чё опаздываем? Так вам чё не сказали? Я же лифте застрял. Чё ты мне заливаешь? Нет у тебя в доме лифта. Так я про социальный. Чего? А? Значит так, давай к ювелирке собрать все видео с камер наружного наблюдения. Просмотреть и доложить мне. Понял? Так точно. А чё случилось-то, мужики? Ты чё, не в курсах? Вчера в ювелирке ограбили посла Мавритании. Похитили его жену. Требуют выкуп. Это международный скандал. Нам уже из Кремля позвонили. У нас сутки на всё про всё. Да ладно. Шоколадно. Поехали. Ты к Варваре Андреевне зайди, и она тебе всё объяснит. Ага. Стоп! Ну, Господи, ну. Мы когда-нибудь это уже доснимем или что? Что? Юра, Юра, ну ты должен бежать за ним. Понимаешь? Бежать. Да я ногу подверну. Уважаемый, пару вопросов есть. Юноша, давайте все вопросы после смены. Молотошка. Вы нам мешаете. Есть администрация у нас на площадке. Ну, спокойно, спокойно. Полиция, подполковник Рябинин. Подполковник у нас заявлен на послезавтра. Кто его вообще утверждал без меня? Ну, хоть генерал, вы нам съёмку срываете. Уговорили. И хотите сейчас по ёмке выделения? Подождите. Что случилось? Вы подозреваетесь в ограблении ювелирного магазина. Ага. Я? Серега, ты что, разыгрыш? Да похоже на это. Мужики, правда, ну не время еще. Вчера вечером после вашей съёмки ювелирный магазин был ограблен. По-настоящему. Свидетели утверждают, что грабитель вот он. Я? Ну, не я же. Дайте хоть сцену туда снять. Правда, у нас он, каскадер, травмирован. Прыгать некому. Ну, будем переносить съёмку. А можно мне? Что мне? Ну, скроешь, что-то прыгнуть? Коценко, ты в своём умеешь? Нормально. Я давно мечтал в кино сняться. Вова, тебе опять адреналина не хватает? Слушайте, у нас уже давно с высоты мечтают это, враниться. Ладно, сейчас хоть тут пересмотрим. Ты вот попробуй только покалечь себя. Товарищ начальник, а он сможет? Он сможет. Готовимся к съёмке. Красава. Ну что, пойдём в кино снявать. Здрасте. Здрасте. Варвара Англиевна, я даю вам по поводу вчерашнего похищения жены посланной Мавритании. Кого? Ну, международный скандал. Выкуп за неё требуют. Спаски, вы в себе? Я в себе. Мне коллеги сказали дойти к вам. За информацией. Ваши коллеги уже в конец ополоумили. Идите работать. Ты ко мне-то что делать? Работать, я же сказала. Если вы не в курсе, вчера ювелирку ограбили. А вы разойдите? В дежурке возьмёте. И дверь закройте. Под ноптиком какой-то. Панорама. Поднимаю, я приготовлюсь к съёмке. Готов? Готов. Мотор, камера. Начали. Все нормально? Стоп! Ты зачем его вырубил по-настоящему? Так он бы убежал. Ну, это же кино. Ну, что, дубль? Группа «Перерыв». Значит так, нам надо поговорить со всеми, кто был вчера в ювелирном. Ну, пожалуйста. Кстати, а где вы были после съёмки? Отдыхал в кафе с двумя актрисами из массовки. Чудные такие девчонки. Сами липли, ну, сам Бог велел. Вы, как мужчины, меня должны понять. Ну, да. Вот у меня фотография есть. Алиби сто процентов. Что происходит? Ты задержан. За что? За совращение малолетних. Масок что-то делал? Эй, чего? Режиссёру каранты ставлю пятёрик. Куда его повели? Споры не получатся. Это верно. Посмотрите, вы кого-нибудь узнаёте из этих людей? А можно на руки посмотреть? Руки перед собой. Ладонями вниз. Вот. Это он нас вчера ограбил. Да. Мне тоже так кажется. Точно он. Я татушку самолёта заметила. И я тоже. А он пистолетом у меня перед носом махал? Распишитесь. Свидетели могут быть свободны. Ну, куда всё спрятал? Да не брал я. Добровольно сознаешься и сократишь срок. Ясно. Нашли крайнего. Да вы бы лучше так настоящих преступников ловили. Менты, одним словом. Эй, актёр. Хочешь, чтоб я тебя опять нос сломал? Идите вы. Я сейчас выпишу санкцию на обыск его квартиры. Спасибо. Ты видео привёз? Привёз. Осмотрел и на черта не нашёл. Только зря время потратил. Ни с одной точки не виден вход в магазин. Грабитель, похоже, об этом прекрасно знал. Тут телефон звонит этого режиссёра. И что? Кто там? Настя. Масовка. Алло. Алло, Серёж, привет. Давай встретимся. Нет, не увидимся. Я уезжаю в Магадан. И не звони мне больше. Папа? Нет, это не я. Ну, доченька. Так, Орехов, накопай мне что-нибудь на этого. Серёжа, режиссёр. Только так, чтоб я его засадил надолго. Услышал. Сделаю. Да. Так что выхода у тебя нет. Приезжай ко мне через час, иначе я всё расскажу полиции. Да, Кирилл Антонович, вы не нависаете над душой-то. У вас, не нависая над душой, вообще перестанете работать. Когда меня переведут в другой отдел, подальше от вас. Моя ваша карма. Вы моя кара. О, режиссёр-то наш в долгах, как в шелках. Набрал кредитов, вложился в свой фильм «Любовь зла, полюбишь и…» и прогорел. Теперь снимает дешёвые сериалы. Значит, мог вступить в преступный разговор с актёром и ограбить ювелир. Совершенно спокойно. А где подписка по Папанову? Да, у меня большой долг. И что? Это мотив. Вот что. Вы специально организовали съёмки в ювелирном, тщательно подготовились, ну и здесь совершили ограбление при помощи актёра. Да ну ересь какая-то. Я уверен, что Митю, Дмитрию, кто-то подставил. А на меня у вас просто ничего нет. Ничего, сейчас будет. Товарищ подполковник, две новости. И обе, конечно, плохие. Ну так. Первая – это при обыске квартиры Дмитрия Куракина, актёра вашего, который предположительно обнёс ювелирку, нашли похищенные украшения. Так. Да быть не может. Конечно, конечно. Вторая – это администратор ювелирки Антипов. от кого-то получил по голове, и это уже не ограбление. Деньги, документы, мобильник – всё на месте. Жив? Почти. Лежит в больнице. И никто, конечно, ничего не видел. Да? Да оценка на по квартирному. Он-то точно кого-нибудь найдёт. Ну всё свободно. Ну вот. А вы, говорите, у нас ничего нет. На вас. Это поклёб. Я буду жаловаться. Слава! Что там по сегодняшним звонкам Антипова? Я вот только что получил информацию. Так вы думаете, что нападение на администратора ювелирки и ограбление связано как-то между собой? Думаю, связано. Но думать – это прерогатива начальства. А мы так – подай, принеси. Так вот, слушайте информацию. За час до того, как нашего администратора чуть не грохнули, он позвонил продавщице по имени Наташа. Разговор делся четыре минуты двадцать восемь секунд. Спаски, иду я к этой Наташе, а ты, Слава, запроси у оператора детализацию её звонков. Ну, жертву ударили тяжёлым металлическим предметом. Скорее всего, арматуру или куском трубы. Отлично. Что нам это даёт? Ничего не даёт. Но есть ещё кое-что. Да ладно. Нападавший оставил свою визитку на теле? Ювелирка, найденная в квартире предполагаемого грабителя. Дешёвая, грубая подделка. И на реквизит. Удительная способность. Так мерзко всё преподносить. А мне он нравится. А о чём вы говорили с Антипоем? Петя мне позвонил, когда я была дома. Я тогда отгул взяла. Сказал, что нужно срочно выйти на работу, помочь ему. Долго, конечно, извинялся. Но я, конечно, согласилась. А дальше что было? Ничего. Я приехала сюда, а здесь один директор. Потом нам позвонили, сказали, что на Петю напали. И как вы думаете, кто это мог сделать? Не знаю. Может, грабитель какой-нибудь? Грабитель это вряд ли. У Петра ничего не взяли. Ну тогда не знаю, просто отморозок. У нас тут райончик тот ещё. Да, это правда, райончик у вас в Питере один хуже другого. А может, я вас провожу? От греха подальше. Благодарю. Или поужинаем вместе где-нибудь. Да. Разрешите? Заводи. Проходим. Вот, подпишите. Спасибо. Подпишите и можете быть свободны. С города никуда не выезжать. И ещё, к дочери моей больше не приближаться. К вашей дочери? Да я в глаза её не видел. Помнишь её? Настя. По кабакам её возил. Спаивал. В кровать хотел сотащить, да? Да, товарищ подполковник, мы мило побеседовали. Угостил бокалом вина. Бокалом? Ну, двумя, тремя. Да, она мне даже не слишком понравилась. Мне подруга её понравилась. А ваша Настя, между прочим, на меня сама вешалась. Я тебя сейчас самого повешу. Не надо. Слушай, меня ты, опарыш, если ты к ней приблизишься, хотя бы на сто метров я тебя усажу. На долго. Понял меня? Понял, понял, понял. Ты понял меня? Понял. Пошёл, мастер. Присаживайтесь. Это что? Так это же реквизит наш. Я его сдать забыл. Это что, преступление? Это нет. Если ты не врёшь. Может быть, во взговоре с руководством магазина похитил фальшивые украшения, а настоящий директор на сторону толкнул и страховку получил. Смотри, вы какую-то чушь несёте. Вы хоть логику иногда свою включаете. Слышь, я тебе сейчас логику включу, а потом выключу. Ладно, Вова, остынь. Ясно. Придётся мне сидеть в вашем вонючем КПЗ. Говорила мне мама, Димочка, не играй бандитов. Плохо кончится. Лучше бы Дедом Морозом в садике работал. Слушай, Димочка, относись к этому как к бесценному опыту и вали отсюда на все четыре стороны под подписку. Слова оформлять. Аркаш, какую ещё подписку? Ну перестаньте, вы же видите, он ни при чём. Может, хотя бы с Ребениным посоветуемся? Я тебя умоляю, ему сейчас вообще не до нас. Серёжа! Что вы хотели, барышня? У меня нет примени. Но ты же обещал. Я ничего не обещал. И не смей не звонить. Надо предупреждать, кто у вас папа. Ясно. Настя, а ты что есть? Что ты сказал, Серёжа? Какому Серёжа? Ах, этому... Мутанту старому? Не может у вас ничего общего быть с ним. У нас с ним ничего не было. Мы просто сходили в кафе. Я, он и Кира. Мне плевать на Киру. Пойми. У неё есть свои родители. А ты... Пришла Дианная ночью. И наврала мне, между прочим. Значит так, папа. Или ты мне разрешаешь с ним общаться, или я уезжаю к маме в Берлин навсегда. И больше ты меня не увидишь. Ультиматум, да? Так вот уезжай куда хочешь. Но этого козлобородого сатира ты больше не увидишь. Всё. Посмотрим. Наташа, а кто ещё знал, что в магазине будут проходить съёмки? Да как-то много кто. Это же не тайна какая великая. Я, мне кажется, всем подружкам рассказала. Да и Ирка тоже. Понятно. А когда вы узнали, что будут съёмки? Мне кажется, недели две там. Ну с минус. Понятно. Наташа! Ой, это, это, кажется, мой парень, Илья. Он очень древмилый. Привет, Илёш. Привет. Привет. А это кто? Это старший лейтенант. Он у меня об ограблении. Я нападение на Петю буду опрашивать. Ну, как там Петя? Ну, он в больнице, и его же по голове ударили. Ну, без сознания. Кошмар. Куда только наша полиция смотрит? Куда надо, туда и смотрит. Пойдём, Наташа. Иду. До свидания. Здрасте. А где Веня? Здрасте. А Вениамин взял отгул и поехал к женщине. К свидетельнице? Никак нет. Вениамин, как бы вам сказать, бабник. Да кобель ваш Веня. Он ни одной юбки не пропускает. Даже страшно сказать, в последнее время на юношей заглядывается. Сегодня весь день за орехом таскается. Это у вас в Москве чего, мода такая? Всё с вами ясно. Вы просто Веню ненавидите, вот и наговаривайте на него. Подождите, переводят вашего Вениамина с понедельника. Куда? Обратно в Москву? К сожалению, нет. В область участковом, в деревне Ганнибаловка. Грязи по уши, мобильной связи нет. Интернета тоже. Печь чугунная. Дрова нужны из леса таскать. Комнаты ему дают в дачном домике. Всё удобство во дворе. Ну, короче, это апокалипсис полный. Да вы не переживайте так. Он предупредил, что будет с невестой. Вам там вторую кровать поставили. Правда, железную. Но ведь с милым рай и в шалаше, как говорится. Так что можете собираться. Ага. Пойду вещи собирать. Свет, а что происходит? За что, Свет? Твои друзья мне всё рассказали, козёл. Что всё? На то, что ты бросаешься на всё, что шевелится. Я думала, ты меня любишь. А ты оказывается просто половой агрессор. Да, Свет, не друзья, они в него, ты врут. А про то, что тебя в ганнибаловку переводят, тоже врут? А вот про это не врут. Мог бы и сам сказать. Всё. Я уезжаю. Не хочу жить в этой твоей ганнибаловке. Подожди, Света, а ребёнок? Да нет никакого ребёнка. Я его выдумала. Просто хотела с тобой быть. А теперь не хочу. Не понял. Это что, отвальная? Спасибо вам, парни. Вы настоящие друзья. Глянь, поясни. Спасибо, что Светке про меня гадость этих наговорили. Я так чисто мутил с ней в Москве. Ну, вы поняли. А она припёрлась сюда, говорит, давай жениться. Я беременна, мол, туда-сюда. А по итогу оказалось, что не беременна. Если бы не вы, клянусь. Спасибо вам. О, нормально. Что, господа, нет повода не выпить. А я вам сейчас ещё один повод подкину. Продавщица Наташа регулярно писала на один номер, принадлежащий Илье Мартынову. В момент ограбления ювелирки его телефон находился в зоне покрытия сети. А в момент нападения на администратора... Ну, дротик в десяточке. Он находился именно там. А фото есть? Угу. Сейчас покажу. Так я его знаю. Вчера видел, в смысле. Это... Наталья. Бойфренд. Значит, надо ехать. Так, давайте мы со Славой сейчас поедем в ювелирку, к этой Наташе. А вы познакомьтесь с Ильей. Адрес найдете? Найдем. Ну, что? Погнали! Ну, погнали. Покрепче завязывай. Ты под окном, я наверх. А смысл пятый этаж? Ничего. Да ничего. Даже если выпрыгнет, разобьется. Нормально. Доцент, ну, хорош бы ковать. Ну, накосячил я с твоей машиной. За это он уже в глаз получил. Тебе же все равно за него компенсацию выпутать. Ладно. Ну, все. Засыщу тебя во второй глаз. И мы в расчете. Ну, ладно, давай. Только быстро. Стой. Это он, походу. Эй, мужик. Закурить не найдется? Я не курю. Ничего. На зоне закуришь? Подхватывай! Подхватывай! О, нормально. Теперь мы квиты. Петя, администратор, он как-то обо всем догадался. Позвонил мне. Сказал, либо я с ним пересплю, либо он сдаст меня полиции. Я тогда позвонила Илье. Илья сказал, что все уладит. И вот уладил. С этим все понятно. Про ограбление расскажите. Я украла колье в магазине неделю назад. Нам очень нужны были деньги. Зачем? Илья тогда проиграл крупную сумму в преферансе. Я его очень люблю. Преферанс? Нет, Илью. А, поэтому вы пошли на преступление? Ну да. А потом я узнала, что у нас в магазине будут снимать кино. И подумала, что можно будет как-то скрыть кражу колье. Режиссер нам заранее дал текст сцены. И как будет одет грабитель. И даже татуировку, в которой его опознают. Охранник был с вами в сговоре? Нет. Это я перед съемкой подсыпала ему рвотное в чай. Хорошо, что я с ней в кафе не пошел. Вот видишь, что бывает орехов, когда в карты проиграешь. При чем здесь карты-то? Я играю в теме и всегда на своей. Разве? Я тебя отдам богу. Да, девчонку жалко. Она ж на все это из-за любви пошла. И Илья из-за любви администратору по башке дал. Не любил бы он Наташу, позволил ей переспать с этим уродом. Что-то я запутался. Где добро, где зло. Ты, Вова, добро. А добро должно быть с кулаками. Нормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова